Всем большой привет! Меня зовут Юна и вы на моем канале. Сегодня я участвую в кулинарном теге. И эстафету я получила от Кналы и Лены, Секреты Эмиратов. В этом теге я буду рассказывать о том, люблю ли я готовить, откуда беру рецепты и много чего другого интересного. Так что оставайтесь вместе со мной. Итак, первый вопрос данного тега. Кухня это хобби, страсть, обязанность, работа, необходимость или скукота. Мне кажется, кухня это вообще поле для деятельности, для творчества и так далее. Для меня лично кухня это хобби, поскольку я что-то экспериментирую, фантазирую, что-то меняю. Но при этом, если у меня нет настроения, то я стараюсь не готовить, поскольку плохое настроение, передают плохую энергетику в пищу и от этой пищи никакой пользы не будет. В таких случаях у меня может приготовить что-либо муж, или я могу достать уже какие-то заготовки с морозильника. Сосиски, вареники, пельмени сварить. Или же мы идем куда-то ужинать, обедать. Это самый, как бы, такой оптимальный вариант. Поэтому у меня это хобби, может где-то это и увлечение. То есть, бывают дни, когда мне хочется пойти и что-то, что-то такое придумать, удивить своих мужчин. Так, второй вопрос. Самая необходимая кухонная техника. Самое необходимое у меня, то, без чего я уже не могу себе просто представить свою деятельность на кухне, это блендер. Поскольку у меня маленький ребенок, и я с помощью блендера делаю какие-то кашки, пюрешки, паштеты, смузи. Также я использую блендер во многих десертах, поэтому он для меня незаменимый. Я уже не представляю себя без него, скажем так. Третий вопрос. Два любимых кухонных небольших гаджетов на кухне. К первому я могу отнести терку. Это терка с множества насадок. Там можно делать и морковку по-корейски, нашинковать капусту. И порезать кружочками, там, картошку, огурцы, волнообразно, еще как-то. Поэтому она компактная, маленькая, но при этом очень многофункциональная. К второму гаджету, он не совсем маленький, но тем не менее я отнесу, скорее всего, мультиварку. Потому что это самый большой помощник на кухне и просто незаменимая вещь. Я не знаю, как я раньше обходилась без нее. Она у меня пару месяцев, но это просто что-то фантастическое. Расколько, когда ты планируешь какие-то там дела или наоборот появилось что-то такое непредсказуемое, ты можешь загрузить продукты в нее, включить. Ты пришел в обед или вечером, у тебя ужин приготовленный, все готово, все вкусно, все при этом полезно, потому что сохраняются все соки, еда получается, можно сказать, как на пару. Ничего не пригорает, не прилипает, не жирное, если львое мясо даже приготовить, оно получается очень вкусное. Поэтому я уже не представляю без мультиварки себе. Четвертый вопрос. Откуда берутся рецепты интернет-книга рекомендации друзей или придумываю сама? Ну, на первом месте, скорее всего, рекомендации друзей, поскольку ты уже наверняка знаешь, что этот рецепт проверенный, что там все продукты сопоставимы, что данная норма соответствует, потому что не всегда рецепт из интернета, когда ты готовишь, как бы получается, что-то не хватает, или муки больше, или меньше, или там жидкости, поэтому рекомендация друзей на первом месте. На втором месте у меня, конечно, интернет, потому что туда можно всегда найти, там можно всегда найти что-то очень интересное. Бывает, что я смотрю какой-то рецепт в интернете, и я уже его вижу на свой лад, скажем так, там какие-то продукты изменить, или заливку, заправку, что-то поменять и сделать уже так, как мне бы хотелось. Четвертый вопрос. Пятый, то есть. Существуют ли старые семейные рецепты, и если да, то кто их передал по наследству? Я бы не сказала, что это рецепты прямо по наследству, но я взяла от бабушки рецепт приготовления нута. Кстати, рецепт есть у меня на канале. Бабушка всегда этот нут варила на Рождество, поэтому у нас он, в принципе, был вместо кути. Хотя в нашей семье, как бы дома у родителей, мы-то эту традицию, скажем так, дальше не развили. Только я вот взяла от бабушки вот это. Также у бабушкины рецепты очень вкусные вертуты, или как еще называют их, плацинды с творогом, с тыквой, с разными наполнителями, скажем так. Как-нибудь я приготовлю на своем канале и поделюсь очень вкусным тонким тестом, рецептом. И покажу, как это выглядит. Шестой вопрос. Проверенный рецепт, который любому может поднять настроение? Если честно, я очень долго думала над этим вопросом, и даже по отношению к себе я не могу сказать, что у меня есть какой-то любимый рецепт, который у меня 100% поднимет настроение. Поскольку в один день я могу захотеть мяса, а в другой день я могу захотеть что-то сладкое. Поэтому мне кажется, что в нашей семье два беспроигрышных вариантов, то это вкусно приготовленное мясо и обязательно десерт. Это поднимет настроение, я думаю, как мужчине, так женщине. Все будут довольны и рады, скажем так. Поэтому я считаю, что это беспроигрышный вариант. И удача. Так, седьмой вопрос. Что для тебя правильное питание? Правильное питание для меня, скорее всего, это рациональное питание. Это питание, которое в себе включает все понемногу, это все полезно и одновременно вкусно. Это, конечно, не жирная еда, не жареная. Это просто рационально сбалансированное, гармоничное, я бы назвала, питание. То есть у меня нету каких-то строгих правил. Я такой человек, что я люблю кушать все, но это должно быть в определенном либо количестве, либо в определенное время. То есть я думаю, что человек не должен ставить себе какие-то ограничения в плане правильная еда или неправильная. Конечно, не надо увлекаться Кока-Колой, чипсами и такое. Я против вот этого. А если это домашняя вкусная еда, то, в принципе, не вижу ничего плохого, правильное или неправильное. Так, восьмой вопрос. Любимое неполезное блюдо? У меня такого блюда нету. Потому что, в принципе, либо я готовлю дома, либо из того, что не полезно и я хочу иногда там раз в полгода или в год, это, конечно, чипсы. Вот иногда мне хочется просто вот этой химией покушать. А так я, не знаю, не кушаю ничего такого сверх неполезного и при этом оно любимое еще. Девятый вопрос. Что выберешь, чай или кофе? Я вообще-то любитель как кофе, так и чая. Все зависит от настроения, от того, с кем я сижу и провожу церемонию чая-пития или кофе-пития. Это все индивидуально. Может быть, даже просто кофе, кофе с молоком. У меня нет конкретного одного напитка. Я всегда даже с чаями экспериментирую, с кофем экспериментирую. Поэтому я всегда за каких-то нововведений, за какое-то разнообразие. Поэтому чего-то однозначного у меня нет. Десятый вопрос. Продукт красоты по твоему мнению? По моему мнению, продуктом красоты является рыба жирных сортов. Это селедка, лосось, красная рыба, форель. То есть, что еще тут входит. Почему? Потому что в жирной рыбе находятся полинасыщенные жирные кислоты, а именно омега-3. Омега-3 полезна не только с точки зрения красоты, но и в целом. Поскольку эти полинасыщенные жирные кислоты повышают иммунитет. Они борются с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также они понижают уровень депрессивного состояния у человека. Для женщин эти жиры просто необходимы, поскольку с помощью их происходит быстрее обмен веществ в организме. За счет этого происходит быстрее регенерация кожи, волос, ногтей. Все красиво, блестяще, ухоженно. Также очень важно для женщин, которые планируют, скажем так, беременность. Омега-3 улучшает вертильность, понижает симптомы менопаузы. И вообще это, я считаю, не только продукт красоты, но и, скажем так, репродуктивный продукт. Поэтому советую обязательно, если вдруг, ну, вы не употребляете рыбу, также, но в меньшем количестве, омега-3 находится в орешках, в семечках. Ну и самый напоследний вариант, конечно, можно купить рыбий жир в ампулах. Или купить, также есть в ампулах ростки пшеницы. Вот это масло ростков пшеницы. Но он тоже в ампулах продается. И тоже очень классная вещь. Ну и, в принципе, как бы все. Дальше, 11. Любимая кухня мира. Я всегда за какие-то эксперименты, мне хочется всегда что-то попробовать. Если мы куда-то едем в какой-то особенной стране, то, естественно, мне хочется попробовать национальной кухней. Но, тем не менее, я бы сказала, что я ближе склоняюсь к европейской кухне. Двенадцатый вопрос. На накрытие стола. Важно ли это для тебя? Естественно. Красиво накрытый стол всегда улучшает аппетит, повышает настроение. Причем это относится не только к столу, но и к внешнему своего виду, и как ты одет, и как ты выглядишь, и так далее. Конечно, с нашим ритмом жизни ты не всегда можешь накрыть красивый стол, потому что мы это делаем, как правило, на праздники. А в обычный день как-то вот суета, дела, мы пропускаем эти детали. Поэтому я стараюсь все-таки акцентировать на что-то внимание. Поэтому у меня в весенне-летний период у меня всегда на столе стоит маленькая ваточка с цветами. Это всегда уже заходишь на кухню, уже повышает настроение, уже как-то создает какую-то атмосферу. В зимний период у меня в обязательном состоянии у меня свеча. Толстая большая свеча, она может быть ароматизирована, может быть нет. Ты ее зажигаешь, и уже другое настроение, другое как бы расположение духа. Так, тринадцатый вопрос. Кухонные ритуалы есть ли они у тебя? Я бы не называла это прям ритуалом или чем-то фантастическим, но мы всегда готовим мясо вместе с мужем. Это касается шашлыков, стейков, антрикоты, или как еще называют их, челагач. Мы готовим всегда их на улице. Тут входит, конечно, еще и уха. Мы все готовим на костре. Это всегда получается намного вкуснее и ароматнее. Пока это все готовится, я тем временем рядом с мужем готовлю либо салаты, либо какие-то бутерброды. Пока это все в процессе, скажем так, готовится, мы можем налить стакан вина выпить, либо стакан пива. И это уже располагает какой-то беседе, какому-то хорошему настроению. Ну и обещают, конечно, в дальнейшем хороший вечер. Четырнадцатый вопрос. Кухня мечты – самые важные детали. Стиль, техника, интерьер. Кухня моей мечты – это, конечно, большая кухня. На данный момент у меня маленькая кухня, поэтому, как мне кажется для любой женщины, это, скажем так, немножко ограничение. Я мечтаю о большой, но при этом кухня, я считаю, что должна быть не только красивой с точки зрения интерьера, определенного стиля, но должна быть функциональной. То есть на кухне должно быть достаточно розеток, должно быть большие ящики, чтобы все эти кастрюли, кухонная техника, чтобы все туда вмещалось. Потому что я не люблю, когда очень много деталей где-то разбросаны. Я люблю все спрятать и чистая поверхность без ничего. Также для меня при этом важно, чтобы кухня была уютная, чтобы вот какие-то мелочи, картины, тарелки, цветочки, возможно, какие-то там полотенечка или скатерть на столе, вышита ручная или какие-то такие детали, которые создают уют и которые, сидя за столом, располагают тебя к душевному разговору, к какому-то хорошему настрою и так далее. Поэтому кухня моей мечты в планах, будем их, скажем так, осуществлять. Пятнадцатый вопрос. Два любимых кулинарных канала на YouTube. У меня нет любимых каналов на YouTube, вообще ни кулинарных, никаких-либо других. Я смотрю разные. Единственное, которое я смотрю, в принципе, чаще, чем другие, это, наверное, канал Ольги Матвей. Но когда мне хочется что-то новое попробовать или я в поиске чего-то, то я просто ищу в поисковике рецепт, который меня интересует. И мне абсолютно не важно, у канала там миллион подписчиков или 10 подписчиков. Если это рецепт нормальный, удачный, он меня заинтересовал, то я беру, пробую и готовлю. Также я хочу передать этот тег дальше. Хочу передать замечательной девушке и маме троих очаровательных девчонок Вике. И хочу сказать, что Вика рассказывает на своем канале о том, как справиться с тремя детьми, как организовать праздники, как за ними смотреть. Рассказывает о покупках и также не забывает делиться своими кулинарными рецептами. Поэтому заходите, подписывайтесь и узнавайте. Также теги передаю замечательной девушке Юле. Канал Домик в селе. Юля рассказывает на своем канале, как происходит строительство, какие детали нужны, сколько это стоит. Это делится рецептами, уходом за цветами. Но самое главное, что есть на канале у Юли, это влоги и истории жизни. О том, как они вместе с мужем не побоялись рискнуть всем и осуществить свои главные мечты. Купить дом мечты, построить дом мечты. Какие трудности возникли. Я думаю, данный канал будет для вас очень мотивирующим. И проходите по ссылке в инфобоксе, подписывайтесь на канал этих замечательных девушек. Также не забудьте, если вы не подписаны, подписаться обязательно на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм, пишите комментарии, ставьте лайки. И всем до скорой встречи. Всем пока-пока. Ай-яй-яй, не буду верить ветрам, хочу узнать весь мир, смотря по сторонам. Ай-яй-яй, забыл, что было вчера, но помню, что будет завтра новая игра.